Полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже одежды, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в ТРЦ «Макс». Им оказался 46-летний госслужащий и, по нашей информации, это сотрудник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Куприянов. Дежурную смену он осматривал села умерших, проводил ситуационные и идентификационные экспертизы, а по выходным занимался шоп-лифтингом. Подозреваемый проходил в торговый зал магазинов под видом обычного покупателя. Выбирал куртку и прятал защищенной магнитной пластмассовой защитой вещь в специальную сумку, после чего спокойно проходил через антикражные ворота. Вычислить злоумышленника не удавалось из-за хорошей конспирации. Свою личность во время преступлений Куприянов маскировал темными очками, шапкой и шарфом. Позаботился он и о своем автомобиле. Номер машины, на которую он уезжал после совершения противоправного деяния, постоянно был замазан, что создавало некоторые трудности в установлении владельца авто. Но опыт оперативников уголовного розыска саранской полиции оказался выше навыков 46-летнего эксперта. Игра в кошки-мышки закончилась задержанием госслужащего. И здесь всплыл еще один факт кражи мужской куртки из сетевого магазина. Все похищенное чудо-сумку стражи порядка нашли дома у Куприянова. Мужчина во всем признался, но мотивы преступлений так и не смог пояснить. В настоящее время проводятся мероприятия по доказыванию причастности фигуранта к другим совершенным на территории Саранска противоправным деяниям. Пока никаких официальных обвинений суд медэксперту не предъявлено. Как заявил в телефонном разговоре руководитель Куприянова Михаил Кудрявцев, решение о дальнейшем прохождении службы будет принято только после решения суда. Пока все это подозрения. На наш вопрос, стал ли уровень зарплаты поводом пойти на преступление, руководитель Республиканского бюро ответил. Эксперты на это еще ни разу не жаловались.